Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хубагивили. И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на новый сценарий, который был добавлен буквально сегодня в игру. Это ограниченное на время испытание, которое называется «Их слишком много» и связанное оно с детьми. Это испытание можно начать до 17 ноября 2021 года, так что давайте посмотрим, что же это за испытание. Описание. Сможет ли ошеломленный персонаж позаботиться о нескольких малышах сразу и окружить их любовью и заботой? Требование. Вам нужно будет создать три малыша, а также один персонаж из возрастной группы молодой или старше. Возможные результаты. Малыши достигают третьего уровня в четырех навыках. Так что мы можем начать в новом файле сохранения или начать в существующем сохранении. Давайте начнем в существующем сохранении, там где у нас уже есть, собственно, сценарии. Два, которые мы уже обозревали до этого. Ну что, нас закидывает в режим создания персонажа для того, чтобы мы с вами создали персонажей по требованиям. Ну что, на рандоме я создал трех малышей и одного взрослого персонажа. Теперь мы можем с вами переходить в режим жизни. Ну что, мы заселились на участок и у нас есть здесь определенные задания. У этого сценария, я так понимаю, лишь одно условие. Все малыши достигают третьего уровня в четырех навыках до дня рождения. У нас тут есть один малыш, который почему-то на один день старше всех остальных, хотя созданы они были в один момент. Да, у нее семь дней до взросления. У остальных малышей по восемь дней до взросления. И получается, что смысл данного испытания состоит в том, чтобы поднять навыки у всех малышей до дня рождения, получается, за восемь дней. И разумеется, я сейчас не буду обучать малышей чему-то, а мы с вами сейчас немножечко счетерим. Если позволит это сделать игра, давайте мы сейчас в этом с вами убедимся, можно или нельзя. И, собственно, посмотрим, что же нам скажет и что же нам покажет игра, когда у всех малышей будут подняты все четыре навыка до дня рождения. Так, мы берем первого малыша, это у нас Анастасия Белякова, да, рандом, такой рандом. И повышаем ей уровень до пятого. Уровень повышен, у нас повышен навык воображения. Дальше, берем навык на общение. Вставляем ссылочку до пятого уровня. Хлобысь. Так, дальше мы берем передвижение. Давайте возьмем передвижение. Мне просто больше всего интересно, что же у нас покажет сама игра. Так, нам нужно, чтобы все малыши достигают третьего уровня в четырех навыках. Окей. Давайте еще введем четвертый навык. Это навык мышления. Так, давайте, раз третий уровень нужен, давайте будем третий уровень выбивать. Так, теперь мы берем следующего малыша. Это у нас Фома Овчинников. И также давайте выбьем ему третий уровень во всех навыках. И теперь последний у нас Николай Петров. Также пробиваем ему все навыки. Так, и последний, четвертый навык. Давайте посмотрим. Во-первых, нажму игру на Play, чтобы у нас все симы были активными. И нажимаю на Enter. И у нас получается прокачивается четвертый навык у последнего малыша. Уровень повышен. Нам дали 5000 баллов счастья. И сценарий реализован. Завершено их слишком много. Смотрите, их слишком много. Продолжительность игры 9 минут. Ну, потому что, собственно, через читы мы все это выбили. И у нас результаты. Вундеркинды. Малыши достигают третьего уровня в четырех навыках. Ага, то есть, я так понимаю, всем малышам, всем малышам дали... А нет, никакой черты характера им, собственно, и не дали. То есть, ни одному из малышей никакую скрытую черту характера не дали. Но, собственно, в чем тогда... То есть, просто испытание для того, чтобы поднять малышам навыки до четвертого уровня. Я правильно понял? Правильно, собственно, понял. Вот такое вот... Нет, честно, испытание довольно интересное, если его проходить самостоятельно. Но меня больше всего... О, как это мило. Как это сейчас было мило. Но меня больше, знаете, что смущает, когда... Но меня больше смущает в этих испытаниях то, что мы не можем начать эти испытания в уже действующих сохранениях. То есть, например, не начать это испытание в моей семейке, за которую я играю. Почему бы нет? Было бы довольно интересно и весело. Здесь же каждый сценарий нужно начинать с самого начала. Новая семья, новое сохранение, ну, либо уже в имеющемся сохранении. Новый дом. И вы начинаете все с чистого листа. Были бы эти испытания доступны и для, скажем так, обычных, уже давно поюзанных семеек, мне кажется, это было бы намного-намного интереснее, что, допустим, испытания для уже тех семей, за которые вы давно играете, и хотите разнообразить игру, разнообразить их жизнь, разнообразить вашу игру такими вот испытаниями. Но нет, каждый раз приходится создавать новое сохранение, каждый раз приходится делать все с самого нуля. Вот такие дела. Ну, а так, испытание довольно интересно, если вдруг у вас оно есть в игре, приходите, проходите, проходите данное испытание, оно интересное. Если проходить без читов, оно интересное. Ну, а с вами был Сергей Тванхубогивель, всем спасибо большое за просмотр. Это был сценарий, их слишком много, и совсем скоро появится еще один сценарий на ограниченное время, а мы также на него с вами посмотрим, что там и как. Вот такие дела. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не пропускать самую свежую и интересную информацию из мира The Sims. Ну, а с вами был Сергей Тванхубогивель, и всех безумно люблю, и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.